Куриные яйца, к сожалению, могут быть заражены не только сальмонеллой, но и аскоридами, крупными паразитами. Это касается как домашних яиц, так и фермерских. Крупные аскориды можно заметить невооруженным взглядом. Чтобы увидеть мелкие, нужно хорошо присмотреться, а вот яйца аскорид вы не увидите. Спешу огорчить диванных экспертов, что якобы в желудочном соке все паразиты погибают. Нет, это не так. Взрослые аскориды не погибают в желудочном соке, так как они защищены прочной кутикулой, которая устойчива к кислотности желудка. Яйца аскорид также устойчивы к воздействию желудочного сока благодаря своей прочной оболочке, которая защищает их от кислой среды. Основное заражение происходит, когда яйца попадают в кишечник, где они превращаются в личинки. На экране мы можем видеть отрывок видео колоноскопии, где хорошо видна большая аскорида. Именно поэтому важно соблюдать правила гигиены и термическую обработку пищи. Итак, меры предосторожности. Первое. Перед приготовлением сырого яйца вначале рассмотрите его на темном блюдце, чтобы выявить наличие больших аскорид. Второе. Если на желтке есть пятнышки, примерно на экране, также рассмотрите их, нет ли там маленьких особей. Третье. Что делать, если вы не уверены в безопасности яиц? Запомните. Аскориды погибают при температуре выше 50 градусов по Цельсию, но яйца аскорид погибают при температуре выше 70 градусов по Цельсию, при условии, что нагрев длился не менее 10 минут. Для уничтожения паразитов в куриных яйцах рекомендуется жарить их до полной готовности, пока белок и желток полностью затвердеют. Это обычно занимает 3-5 минут на умеренном огне. Если вы не уверены в яйцах, то для большей безопасности лучше использовать варку. Варите яйца не менее 10 минут. Четвертое. Если у вас есть подозрение, что вы уже заражены паразитами, а если сказать правильнее, что паразиты размножились внутри вас и влияют на ваше здоровье, то сдайте анализы на выявление видов и пройдите антипаразитарную программу. Способов есть много, но лично я не сторонник химии. Лучше избавляться от паразитов медленно и мягко. Для этого подойдут фитопрепараты на основе коры осины, черного ореха, полыни, пижмы. Нужно больше информации? Пишите в комментариях. Если я увижу интерес, то сделаю подробное видео о препаратах и программах.